Подведены итоги краевого конкурса «Учитель года Кубани по основам православной культуры» в 2023 году. Во время конкурса учителя ОПК из 44 муниципалитетов Краснодарского края показывали свое педагогическое мастерство в различных испытаниях, а оценивала их работу жюри, в состав которого вошли представители Министерства образования, духовенства Метрополии, представители научных учреждений и общественных организаций, а также победители конкурса прошлых лет. Низкий поклон всем членам жюри! Вы вместе с нами выдержали все испытания. Храни всех Господь! Спасибо вам! За три дня второго этапа педагоги поделились опытом в области духовно-нравственного воспитания детей, показали профессионализм в проведении урока, выступили с мастер-классами в конкурсных заданиях. Для себя получила неоценимый опыт. Очень рада этому опыту, потому что и конкурс, считаю, что это неоценимое, он несет вообще неоценимую силу и наполнение для нас, для учителей именно основ православной культуры, потому что мы здесь обмениваемся опытом, мы проверяем себя и самое главное, что мы получаем усилие, то есть усиливаемся внутренне, то есть еще больше наполняемся вот тем светом, который мы должны нести детям. Поэтому я очень благодарна. Среди конкурсантов были педагоги, которые впервые приняли участие и стали лауреатами. Я победитель муниципального этапа, и первый раз, приехав в Краснодар, познакомился с теми практиками преподавания этого непростого курса, но очень увлекательного и познавательного, потому как вера, надежда, любовь – это основные ценности нашего общества. Конкурс «Учитель года Кубани по основам православной культуры» ежегодно выявляет новых талантливых педагогов, которые стремятся раскрыть свои профессиональные возможности и поделиться творческими идеями. Ваша задача, Ваш плодик, особенно, вы должны окружающим, играющим детям, то донести, о чем говорят у нас близкие, наши православные христианские ценности. На торжественной церемонии закрытия конкурса был объявлен победитель. Победителем конкурса становится учитель Сомов Олег Анатольевич. Я благодарю жюри за высокую аценку, получая такую большую награду, легко впасть в деревья Вячеславия. И поэтому мы будем забывать, что все сильное доливаем силы возлюбившего с Господа Бога. Поэтому хочется в первую очередь раздать влагу Господа Бога за сумашку. Хочется поблагодарить моего духовного наставника, отец Алексей, и моего духовного наставника, это Сафонова Ольга Александровна. Призерами конкурса стали Бочка Ирина Александровна, учитель школы номер 12 Станицы Ленинградской, и Казуб Артем Юрьевич, учитель школы номер 25 города Крымска. Конкурс мне очень понравился. Было сложно, действительно, потому как все достойные люди, все с огромным багажом опыта, который они показывали. И, конечно, мне все очень понравилось, организация была на высшем уровне. И что для меня этот конкурс дал? Это энергию, которую я теперь привезу в свой муниципалитет и буду также учителям основ православной культуры рассказывать о том, как это здорово участвовать в таких конкурсах, потому что это позволяет себе открыть какие-то новые силы, ну и окрыляет, можно так даже сказать, и позволяет достигать своих целей. Конкурс – это не просто соревнование и его завершение, а прежде всего это начало нового и интересного пути. Теперь у учителей впереди новые планы, цели и задачи в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Где бы вы ни оказались, вы должны учить, вы должны трудиться, вы должны нести свет любви, добра людям. Вот именно этого мне хотелось бы пожелать не только финалистам, но и всем участникам и, конечно же, членам жюри, большого жюри, которая много потрудилась, чтобы определить победителя в дальнейшем помощи Божьей в этих трудах. Христос посреди нас! Есть и будет!